И тут я уже подохерел. Часов 8 утра. Это Димон Паврознюк с канала Триндец. Писал он мне конкретно на Телеграм. И да, ребят, я вам обязательно расскажу, что же мне написал Димон Паврознюк после первого выпуска карьеры за Верес. Обязательно расскажу. Ну а потом? Это уже у нас третий выпуск. Под предыдущим видеороликом вы набрали 4000 лайков. Это значит, что данная серия залетает минимум на 14 минут. Напоминаю вам, что каждая 1000 лайков это плюс 1 минута в следующем выпуске, начиная с 10 минут. После пяти сыгранных туров Верес находится на четвертой строчке. Чтобы попасть в УПЛ, нам нужно хотя бы занять шестую строчку, попасть в топ-6. Первые два места, насколько я знаю, выходят напрямую. Если что, в патче немного другие правила. В первой лиге лучший бомбардир на данный момент Камченко с Волыни. 7 голов в 5 матчах. Далее идет Паламарс Николаева. Ну и очень много футболистов забили по 3 гола. Ну а по нашим ребятам вот пасич. 12-я строчка. По голевым передачам Шестаков. 3 голячки за 5 игр. Абсолютно так же, как и у Протасова, а лидирует Груша с Агробизнеса. У него 4 голевых. По сухим матчам, ну понятно, здесь, конечно, сложновато. Зато по красным первые. Ура! Кстати, следующий матч у нас как раз-таки против Агробизнеса. Но перед этим я вам хочу напомнить, что сборная Украины уже начала подготовку к Евро. Чтобы грузить на все товарищеские игры нашей сборной, естественно, и на матч Евро, вам достаточно перейти по закрепленной ссылке в комментарии. Наши друзья с Париматч выдают 2500 гривен бонуса на первый депозит. Кстати, они еще являются спонсором нашей национальной команды. Приходите по закрепленной ссылке в комментарии. Ставьте с умом и побеждайте. Ну а мы будем побеждать за Верос. Если, конечно, получится, потому что прошлый поединок мы проиграли за счетом 2-1. Да еще и не самой сильной команде. К данному поединку мы подходим с небольшими изменениями. Шестаков, Гегадаш, два центральных нападающих. Под ними Банасенко, слева Пасич, справа Пасич. Ну, брат, ты даешь! Питько, Пинчук, Солдат, Гончаренко, Махнёк и Гогут. Агробизнес это та команда, которая также будет 100% бороться за выход в Премьер Лигу Украины. Так что, можно сказать, это наш прямой конкурент, которого нужно обыгрывать. Но сложность, ребят, вы знаете в чем... Ой, Гегадаш! Сейчас скажу, в чем сложность. Сейчас пошли... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Задум был очень хороший. Сложность, ребят, в том, что мы играем на Ultimate сложности. Фанасенко отдает ниже Пасич. Пасич должен такие решать. Шестая минута встречи. Мозел показывает, что он настроен на эту игру просто вот со всей ответственностью. Там Солдат может пробить, Махнёв. Есть высокие игроки, которые должны бороться на втором этаже. Должен забирать умница. Гегадаш, в дальний. Гегадаш! В голову вратарю попал! Ребята, я не знаю, что творит Мозел. Ну, ай-яй-яй-яй-яй! Хорошо то, что у нас вроде как получается делать контратаки. Плохо то, что мы не можем сделать забитый гол. Специально к этому матчу я даже немножко перестроился. Начал играть в два форварда. Порой одному нападающему очень тяжело. Я решил немножечко сделать перестановку. Пожертвовал игроками в центре. Но зато в нападении должно теперь быть у нас преимущество. Очень серьезная у нас борьба за место в составе. Каждый игрок хочет играть. Но не каждому это удастся. Ну, Пасич! Как ты в руки бьешь? Я не пойму. Они катают. Они 100% будут искать свой момент. Агробизнес это та команда, которая в реальной жизни выносила донецкий шахтер с Кубка Украины. Вот, вот, что я ненавижу. Погут благо справился. Можно отдать пас на Шестакова. Шестаков, ускоряйся! Вмещается в центр Шестакова, прочитал Курила. Крутит, вертит, отдаёт передачу на крышу. Свалил! Махнёв чисто. Не так давно парень отбывал наказание за красную карточку. Не играл. Вот вышел и мог. Выжидаю. Отдаю передачу на Пасича. Женечка, давай! Ну что, пьём? Прострелом. На вес. Шестаков! Или Пасич там. Ну не доходит. Панасенко дальний удар наносит. Но это такое. Это даже для статистики не годится. Иванченко делает заброс на Немтинова. Немтинова в одно касание. Удар по воротам! Как же Когу тащит! Я вам скажу, агробизнес огрызается очень хорошо. На вес встань в ворота. Солдат первый. Судья, дай, наверное, свисточек. О-о-о! Чё, пиз... Под занавес первого тайма у агробизнеса серьёзные проблемы. Черненко уходит с поля. Вот это вот, ребят, рука. Вот это вот страсти в первой лиге. Я надеюсь, что мы всё-таки сможем забить один гол. Хотя бы один гол. В принципе, плевать, сколько мы забьём. Главное то, что победа. Один Пасич под шестнадцатым, второй под семнадцатым. Не было там нарушения! Жёлтая карточка. Ребята, сейвим! Мне даже такие моменты сложно что-то комментировать. Я максимально сконцентрирован. Гегедаш, убеги, брат. Нет, Гегедаш, ну... Начало матча было очень хорошее в исполнении этого футболиста. Потом он где-то подзатерялся. Махнёв, спокойно, через пас. Бл***ь, да через пас! Гегедаш. Нету апсайда. Шестаков! Шестаков, вложи в дальнюю! Да ну ладно! С нашей стороны выходит на поле Сергейчук и полюляк. Снимает Гегедаш и Петько. Здесь вот нужно выигрывать, конечно, такие вот дуэли. Потому что вот во что это может перерасти. В опасную атаку на наши ворота. Я просто даже не успеваю менять игроков. Вратарь, 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 вратарь! Когут! Лучший просто! Если мы сыграем сегодня на ноль, ребят, это будет действительно праздник. А если ещё и выиграем, то прям вдвойне. Прекрасно. За спину ему дай. Да не проходит! Ну хорошая же идея! Хорошо, Пинчук! Но это наш шанс. Какой же шанс, если мы вот так вот просто берём и прощаемся с мячом. Нарушение, я понимаю. Удар поворотом никуда. Хорошо. На месте! Шестаков, 87-я минута матча. Всё-таки проходит эта атака. Теперь можно потянуть время, выпустить. И ещё игроков. Хорошо, вот так зажимать. Всё правильно, выстроено в обороне, ребят. Мы не должны сегодня проиграть. Мы не должны сегодня даже пропустить. Да! Я вас поздравляю, даже не знаю больше с чем. С тем, что мы выиграли, или с тем, что мы отстояли на ноль. Когут просто лучший. Вы видели все его сейвы, ребят. Влепите лайки, подпишитесь, если вы ещё не подписаны. Победа над агробизнесом даёт возможность нам занять третью строчку первой лиги Украины. У нас 13 очков, ровно так же, как и в Волыне и Ваволоне. Лидирует по-прежнему в ангар, у них 15. В зоне вылета Альянс и Металист. Почему так, нахуй? Странно. И вы знаете, мне очень сильно понравилось играть именно такой схемой. Два нападающих. Сейчас у себя дома принимаем БПК Агро. Против таких вот команд, которые с первого взгляда особо не должны нам приносить никаких проблем, у Вереса как раз таки возникают проблемы. Иронично. Поэтому, ребят, нужно сконцентрироваться. Нужно брать победу. А это уже была заявка. Такой вот небольшой тревожный звоночек около наших ворот в начале поединка. Сам стоит. Не забил! Второй тревожный звоночек. Нужно нам делать свой ответ. Подключение Дохновского. Расстрелом. И пробивай! И пробивай! Жестаков. Капитан. Лидер. Миллиардер. Плейбой. Филантроп. Вот Дохновский. Вроде как с приходом брата Пасича потерял место в составе. Вышел. Ну, доказал. И все. Каличенко. Умница, Гончаренко. Просто умница. Борется до последнего. Проходит передача, ребят. Хорошо, Гончаренко. Я не думал, что ВПК Агра настолько агрессивно будет играть в напад... Навес. Я не понял вообще. Кто? Восьмой номер. Ну, что ж ты сделал, дружок? Вроде казалось, мой защитник будет первый на мяче. На первый взгляд это, ребят, казалось. Но по-хорошему я-то понимаю, что ВПК Агра наработал на этот забитый гол. Другое дело, что мы получили в таком-то моменте. Прекрасно. Пасич, как же увел Шестаков! Как же увел Шестаков! Защитника это гол! Это Пасич. 33-я минута встречи. Увидели, как Шестаков сделал? Просто гениальный ход. Вот. Движение Шестакова. Правда, никто за ним не побежал, но увел. Окей. Кстати, для Пасича, насколько я помню, это третий гол в чемпионате. Ну это... Это просто... Ну что это такое? Это мини-футбол какой-то. Перевод сделай на противоположный фланг. Прекрасно. Доста... Повезло, что первый тайм завершился. Счет в матч, ребят, 2-1. Плотная рубка. ВПК навязывает свою игру, но мы пока... На классе, на опыте, переигрываем. Обыгрался с Гегедашом, Гегедаш. Сейчас такое, беги. Не было там никакого оффсайда. Ой, раскатали там оффсайда. Шестаков. Тахновский. Дальний. Ой-ой-ой-ой, Шелихов, конечно, своих демонстрирует. Очень хороший. Я пока еще не буду торопиться с заменами. Счет в матче. 2-1. Панасенко. Ну есть же удар. Есть и пробивает. Но Шелихов опять на высоте. Такая вот длинная передача. Билый прострелом. Удар! Ляшенко. Откуда он выпрыгнул? Я не понимаю, почему мои защитники не успевают. Казалось бы, опять и в этом моменте, как и в забитом голе от ВПК Акро, мой игрок был первый на мяче. Почему так происходит, что в последний момент теряем позицию? Нет, не успеет, но передача хорошая. Опять такой вот длинный заброс. И казалось бы, Питько должен успевать, но защитник закрывает корпусом. Отлично, Махнел. Махнел, конечно, это один из самых крутых защитников, за которых я играл. В всяком случае, в первой лиге 100%. Вот она на гегдеша. Ну давай, оформляй. Это было настолько элегантно. Так умеет только гегдеш. Посмотрите, идеальный выход. Он вырвался там, ну метр был зазора от последнего защитника. Я обыграл вратаря. Сделал я тройную замену. Но пока еще Димона Пауэр Взника я не выпустил. Да ты заебал. Пострелы. Замыкай. Дубль. Дубль для Шестакова. От Шестакова. А вот сейчас бы уже Дивон мог бы дебютировать. Но у меня замен нету. Поторопился я, конечно. Если еще в первом тайме БПК Акро так серьезно навязывала свою игру, то во втором практически не было команды на поле. Победа со счетом 4-1. Итак, ребят, у нас есть очень хороший шанс выйти на первую строчку. Три команды имеют одинаковое количество очков. По 16. Ну прям очень серьезный перерыв мы имеем. 20 дней до следующей игры. За это время можно даже растерять свои навыки. Я вот думаю, может действительно попытаться вкачать своего футболиста. Со своей академией. Александр Олейник. Это типа история а-ля Гайдучи. Молодой футболист из структуры Береса попадает в основную команду. Давайте попробуем. В основной состав. И вот что самое интересное. Игрок с молодежки попадает в заявку на поединок против Прикарпатия. Выйдет он на поле или нет? Мне сложно сказать. Скорее всего нет. Это так вот. Я его понемножку подвожу к основной команде. Для того, чтобы он лучше вливался. Ну а как будет, все зависит, конечно, от хода матча. И как вы поняли, Поворознюк не попал в заявку на этот матч. Вот такой заброс. Гегедаш должен выиграть. Выигрывает. Цепляется за мяч. Кстати, у Прикарпатия лучшая защита. Учера молодцом. Запускает Гегедаш. А ну Гегедаш на скорости должен убегать. Забивать. Это Гегедаш. Он не прощает, когда его выпускает один на один. В прошлом матче вышел один на один. Обыграл, вратаря забил. В этот раз уже не стал обыгрывать, но зато пробил на уверочку. На дальнюю. И один стоит Дохновский. До удара не дошло. Не дайте просто, чтобы мяч прошел. Гегедаш. Пас на Дохновского. Дохновский уже второй поединок появляется в составе. Прострелы можно. Не доходит. Вратарь. Первый. Вот знаете, третью игру пока на данный момент к нему никаких вопросов у меня нет. Ну, Шестаков. Просто разносит. А вот вы знаете, если бы сейчас Димон Поворознюк был 18, то шансы его выйти в этом поединке, ну прям вот увеличились бы в разы. Вратарь. Умница. Как же. Чуть не сглазил. Ну, я вам скажу, наверное, это один из самых идеальных первых таймов в исполнении нашей команды. Продолжаем играть. Вот хочется еще один поединок сыграть на ноль. И забить. Да ну ладно. На вес углового можно солдату пробивать. Солдат бьет. Опять прям в руки биться. Возит на фланге, попытается он сейчас пройти, но не пропускает его Мирошник. Еще точно отбирает. Прям вот в ноги падает. Ну, играет в мяч. Вдвоем выходите. Геги Даш. Ты горишь, как огонь. Геги Даш. Этот парень что-то разобивался. И на самом-то деле очень хорошо, что вот здесь не прошла передача, там бы было в сайт. На замене нет Димона Поворотнюка, так бы он вышел. Ну, олейник, давай, брата. Смена поколений. Шестаков, которому 33, наверное. Не знаю, сколько Шестакову. Короче, выходит молодой олейник, которому 16 лет. Отлично, поносинка. Ну, посмотрите. И можно отдать передачу, Дохновский. Ну, на молодого отдашь? Отдай на молодого. Ну. 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 Умер! Первым касанием, ребят, как это круто. Это олейник. 77-я минута встречи. Четвертый гол забивает этот парень в этой игре. Я аж весь экран заплевал. Ну, кстати, Индуква начала эту атаку. Первым касанием. Твою ж мать, вот это парень влетает. Прошли здесь Ковальского. Хорошо. Что? Неужели рука? Ты чё чудной? Пи***рас, просто судья. Просто пи***рас. Пи***рас, судья, оторвал голову, маху. Так и говори, бля. Чё ты стесняешься, бля? Как же у меня горит. Перед этим выпуском я как раз-таки включил в параметрах, фиксировать игру рукой или нет. Пожалуйста, включи. И мы, ребят, выходим на первую строчку. 19 набрано очков. 2 очка отрыва от Авангарда. 3 очка отрыва от Абалони. Ну и возвращаемся к главной теме, наверное. Ну не самой главной, но к теме. Что же мне написал Димон Поворознюк? Да, тот самый из канала Триндец. После того, как вышел первый выпуск, на следующее утро я поехал на рыбалку. Утро. Часов 8 утра. Сейчас вам скажу точно сколько. Ну почти 9. Связи не было, я телефон практически не чекал. И тут приходит оповещение в Телеграме. 2-3 палочки появилась связь. Я такой думаю, ничего себе, кто это? В 9 часов утра. И вижу следующее. Это Димон Поворознюк с канала Триндец. Привет. И тут я уже подохерел. Потому что писал он мне конкретно на Телеграм. Не в Инсту, не еще куда-то там. А в Телеграм. Красавелла за карьеру Заверес. Скинь картинку заставки. Сроб ему сторизы. Да, чтобы вы понимали, он сам проявил инициативу. Я ни у кого ничего не просил. Я ему, конечно же, скинул картинку, скинул ссылки. Сказал спасибо большое. И, собственно, вот так вот, ребят. Скорее всего, некоторые из вас увидели мой канал. Именно через сториз у Димона. За что ему огромное спасибо. Димон, огромный респект. Ну что же, ребят. На этом мы будем заканчивать третий выпуск. Карьеры Заверес. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Все нужные ссылки будут в описании. Напоминаю вам, что каждая тысяча лайков – это одна минута в следующем выпуске. Начиная с 10 минут. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.